Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня на моем канале в рубрике Век Живи Век Учесть вы узнаете все о витамине К. И сейчас вы узнаете о проблемах, состояниях, проявлениях, о причинах тех или иных проблем, которые вы не знали ранее, связанных именно с дефицитом витамина К. Пришло время снять это видео давно, поэтому слушайте и смотрите внимательно. Из данного видео вы узнаете, во-первых, что это за витамин такой К, второе, функции и задачи витамина К в организме человека, третье, признаки нехватки, симптомы дефицита витамина К, четвертое, продукты богатые витамином К, пятое, норма потребления витамина К, шестое, взаимосвязи, взаимодействия витамина К и кальция, витамина К и витамина Д. И есть ли какие-то связи, дефициты витамина К, например, с такими проявлениями и проблемами, как и остеопороз, повышенное артериальное давление, то есть артериальная гипертензия, больные суставы, связки, хрящи. А также вы узнаете, как витамин К связан с кровотечениями, особенно у младенцев, вызывающих даже смерти. Также кое-что о инсулине и памяти человека. Итак, приятного просмотра, поехали. Витамин К это жирорастворимый витамин, вернее, это два витамина, то есть витамин К1 и К2. Витамин К1 это филохинон, а К2 менохинон. Витамин К берет свое название от слова coagulation. Ну, в русский язык это слово вошло как коагуляция, то есть свертывание, как бы концентрирование. Все младенцы, вне зависимости от полунациональности, подвержены огромному риску кровотечений по причине дефицита витамина К. Почему? А причиной этому является недостаточное прохождение витамина К через плаценту, а также малое количество витамина К в грудном молоке матери. Но в основном это у тех, кто мало ест те продукты, которые содержат достаточное количество витамина К, впрочем, об этом чуть дальше. А также это связано еще и с тем, что у новорожденных малое количество тех бактерий симбиотических, которые синтезируют витамин К в организме. Самый большой риск в этой связи в первые недели жизни. И эти риски велики до тех пор, пока ребенок не начнет есть те продукты, которые содержат витамин К, или начнут витамин К вырабатывать те симбиотические бактерии, которые к этому моменту успели размножиться в должном количестве в кишечнике ребенка. Влияет на это и прием препаратов, которые может принимать мать, например, антибиотики. Или антибиотики и другие вредные препараты, которые дают ребенку родители по тем или иным причинам. Помните об этом. Основная функция витамина К заключается в активации белков, связывающих кальций. Но витамин К1, например, участвует в основном в свертывании крови. А витамин К2 регулирует правильное поступление, попадание, скажем, в каждый орган, ткань, клетку организма кальция. Витамин достаточно термостойкий. Его разрушение происходит при 120 градусах. Но это зависит еще от длительности варки-жарки. Не стоит продукты, содержащие витамин К, варить, по крайней мере, долго. Боится он щелочей, поэтому те, кто принимают соду, зелень ешьте, которая содержит большое количество К, позже, часа через полтора, через час после приема соды, не ранее. Боится он света. Не храните то, что содержит витамин К на свету. И боится он окислителей, то есть свободно-радикального воздействия в том числе. Замораживание продуктов также снижает количество витамина К в продуктах. Помните, что антибиотики уничтожают бактерии все, в том числе полезные кишечно-симбиотические. И тогда снижается уровень содержания витамина К по причинам, что бактерии уже не могут синтезировать должное количество витамина К. Для синтеза и усвоения витамина К опасны дисбактериозные состояния. Дорогие друзья, посмотрите вот эти два моих видео обязательно. Синдром дырявого кишечника в первую очередь, и во-вторых дисбактериоз. Эти видео будут доступны по ссылкам под этим видео, не поленитесь их посмотреть. Люди, которые принимают антикоагулянты, они очень серьезно подвержены риску дефицита витамина К и последствиям, которые связаны с этим дефицитом. Люди, имеющие болезни печени, серьезные поражения печени, как правило, имеют дефицит витамина К. И еще раз, новорожденные младенцы это большая группа риска. Некоторые педиатры даже рекомендуют младенцам в обязательном порядке уколы витамина К. По крайней мере, провериться на содержание нормы витамина К необходимы. Важно помнить, что дефицит витамина К приводит к нарушению свертываемости крови. Это легко проверяется и демонстрируется тестами на свертываемость крови. Любая лаборатория проводит такие тесты. Ну а какие же симптомы дефицита витамина К, спросите вы, и я отвечу. Во-первых, это легкие кровотечения и кровопотери. Плохая свертываемость крови. Это кровотечение из носа и из десен. Поковырялся человек в носу немного, почистил зубной щеткой зубы и десна кровоточат. Это яркий признак дефицита витамина К и К2. Если есть кровь в моче и стуле, это тоже характерный признак дефицита витамина К. А дальше уже надо разбираться, какие есть еще причины, факторы, возможно, идущие параллельно. Яркий признак – это тяжелые менструальные кровотечения у женщин. Продолжительные и обильные. Чем больше женщина потребляет зелени в пищу, где много витамина К, тем меньше, менее болезненные и с меньшим количеством крови идут выделения. Ну а также характерный симптом, тяжелейшее состояние, вплоть до летального исхода – это тяжелые внутричерепные кровотечения у младенцев, как раз связанные напрямую с дефицитом, тотальным дефицитом витамина К. Ну сразу надо сказать о нормах потребления. Так вот, норма потребления, по оценкам, например, швейцарских, австрийских ученых, немецких, а цифры разнятся, но в среднем это 60-80 микрограмм. Но вообще для здоровых людей нет рисков, связанных с повышенной дозой витамина К. И в 10, и в 100 раз потребление показывало вполне нормальные результаты. Ну а где же содержится витамин К в должных количествах? И вот, дорогие друзья, витамин К – это тот витамин, очень важный, жизненно необходимый, который содержится в огромных количествах во всякой разной зелени. И это петрушка, укроп, любисток, майран, тимьян, шпинат, базилик. Там содержится на 100 грамм продукта в 5-10 раз большая доза, чем нужна человеку в сутки. Проблема в том, что многие современные люди вообще не едят зелени. Или жарят, варят, тушат долгое время. При высоких температурах, напоминаю, выше 120 градусов, разрушается витамин К. Поэтому выпечка, долгое тушение разрушает этот витамин. Много витамина К в капусте, в разной – брюссельской, кальрабе, белокочанной. В листьях горчицы, в зеленом луке, в проростках, витграсе, в спирулине, хлореле, безусловно. И в кориандре, и в руколе, и в сныте, и в крапиве, и так далее. Сейчас мы поставим табличку, продемонстрируем примерное содержание. Скажем, в зеленом луке две дневных нормы по высшей планке. В руколе одна дневная норма в 100 граммах. А в шпинате аж 5 дневных норм в 100 граммах. Дорогие родители, еще раз хочу подчеркнуть, и это будет не лишним. У новорожденных вследствие плохой передачи через плаценту и недостаточной передачи через молоко должного количества витамина К, младенцы очень часто рождаются с низким уровнем витамина К. И это очень опасно, потому что у младенцев именно по этой причине часто встречаются кровотечения, в том числе внутричерепные. Поэтому обязательно нужно сдать анализ крови младенца на витамин К. И если он будет очень низким, не лишним будет добавить в виде инъекции внутримышечного витамин К после рождения младенца. Безусловно, это нужно делать по рекомендации и непосредственно с лечащим врачом-педиатром. Страдают от дефицита люди с плохой усвояемостью пищи вследствие дисбактериозных состояний, синдром дырявого кишечника, который в наше время есть почти у всех людей, в той или иной степени, конечно. Из-за химии в быту, из-за многих других факторов, которые убивают, подавляют кишечную симбиотическую микрофлору. Еще раз, обязательно посмотрите вот это видео с синдром дырявого кишечника, чтобы вы знали, каковы же эти причины у современного человека в наше время. Прием антибиотиков уничтожает кишечную микрофлору и, соответственно, снижает синтез многих витаминов, в том числе витамина К2. Еще немного о биологии, биохимии, биофизике данного вопроса. Поясню очень в простой форме. Вообще, витамин К – это общее название, но это целое семейство, и оно объединяет разные виды и подвиды витаминов общей химической структурой. 2-метил-1,4-нафтохинона. Хилофинон, то есть витамин К1, присутствует в зеленых листьях в основном зелени, ну а также в овощах, некоторых ягодах. Ну а менохиноны, то есть витамины, ну подвиды разные, витамины К2, как раз образуются в результате действия бактерий, то есть бактериального происхождения. Ну а также ферментирование, то есть оно может быть внутри организма и вне организма, ферментирование. Витамин К растворяется в масле и в жирах, поскольку это жир растворимый витамин, и он частично откладывается в жировых тканях организма человека. Но долгих его запасов в организме быть не может, поэтому с пищей он должен поступать регулярно. Ну а также нужно иметь здоровый кишечник, чтобы он синтезировался в должном количестве. Поэтому, дорогие друзья, сдавайте периодически анализы на витамин, в том числе вот К1, К2, как я говорю, на витамин Д2, Д3, на В12 витамин и на гомоцистеин, и на омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а именно на ЭПК и ДГК. Вот это основная четверка тех важных элементов, на которые у современного человека, как правило, вне зависимости от его питания, возраста и так далее, имеются дефицитные состояния. Ну а теперь крайне важная тема. Взаимодействие витамина К с другими элементами, витаминами и так далее. Витамин К активно взаимодействует с витамином Д. Посмотрите вот это мое видео потом. Витамин Д, ссылочка будет под видео, обязательно посмотрите. Оптимальный по верхней границе нормы уровень витамина К в организме может противодействовать, предотвращать многие побочные действия переизбытка витамина Д, Д3 в организме человека. Это очень важный аспект, очень важный нюанс. А нормальный по верхней границе нормы уровень витамина Д и витамина К в организме может противодействовать, препятствовать, снижать риски перелома бедренных костей у людей. Что очень важно и актуально, особенно к старости. Почему? Не потому что это название, слово такое старость, о чем-то говорить. Нет, слово старость говорит только лишь о том, что с возрастом накапливаются дефицитные состояния тех или иных элементов, витаминов и так далее, которые приводят к этим проблемам. Но сейчас в современном мире в связи с теми факторами, которые действуют на человека, вот сейчас, и они, эти факторы еще не действовали, 30, 50, тем более 100 лет назад их просто многих не было. Сейчас болезни все молодеют, поэтому старость, можно сказать, отодвигается к меньшему возрасту. То есть болезни начинаются, которые были, скажем, с 70-80, уже с 30-40. И это неудивительно, и все вы об этом знаете и слышали. Так вот, норма витамина К при норме витамина Д улучшает состояние костей, хрящей, связок в организме. Более того, оптимальный уровень этих двух витаминов улучшает и количество состояний выработку инсулина поджелудочной железой. А также нормализует кровяное давление, то есть снижает артериальную гипертензию. И, конечно же, снижает риск атеросклероза в связи с главной функцией витамина К1, о чем я выше уже говорил. И как раз с наличием витамина Д вместе участвуют в этом процессе и органические, только в органической форме, то есть органит, цитратные формы кальция, но не карбонаты кальция. Не вареный жареный продукт, в котором кальций переходит в неорганическую водонерастворимую форму. Помните об этом. Кстати, помните о том, что токсичность, высокая концентрация витамина А, может приводить к тому, что будет ухудшаться синтез К2 кишечными бактериями. Тоже нужно иметь это в виду. Несколько интересных фактов и взаимосвязей. Существуют и точно доказаны, в том числе японскими учеными, взаимосвязи между низким содержанием витамина К и развитием остеопороза. Витамин К способствует развитию сильных костей. Вот почему детям с малого возраста нужно есть много зелени и овощей. Витамин К улучшает, увеличивает их плотность и снижает риск тем самым переломов. Разумеется, не должно быть дефицита кремния в этой связи. Итак, польза и необходимость для костей связок речей очевидны. Но еще один очень важный момент – это поддержание умственного, когнитивного здоровья человека. Повышение уровня витамина К у пожилых людей увеличивало, улучшало эпизодическую память и поднимало словесную производительность эпизодической памяти, что очень показательно и очень важно. Не допускайте дефицита витамина К с молоду. А за счет чего витамин К снижает кровяное давление, помогая больным с артериальной гипертензией? А за счет предотвращения минерализации артерий? Как раз за счет свойства витамина К1 проводить правильно кальций в нужные места организма, где он требуется, и не откладывать его там, где он не нужен. А это позволяет сердцу свободно прокачивать необходимый объем крови за единицу времени, и тем самым не перегружать себя, то есть сердечную мышцу в том числе. Значит, это предотвращение и инсультов, и инфарктов в этой связи в том числе. Вы, наверное, уже знаете, по крайней мере, мои зрители постоянные, что минерализация, избыточное количество солей кальция, тем более неорганических, приводит как раз к сердечно-сосудистым проблемам, к образованию в том числе холестериновых бляшек, когда нарушен жировой обмен и имеется избыточный, в том числе, кальций неорганической природы. Об этом подробно я рассказывал в нескольких своих лекциях по кровеносной системе, и лекции о густой вязкой жирной крови, и лекция о кровеносной и кроветворной системах организма. Будет интересно, посмотрите их тоже. Очень интересные факты о суставах. Но вы знаете, что ожирение, избыточный вес, конечно, перегружает суставы, изнашивая их быстрее, да? Это понятно, очевидно. Также ожирение, то есть нарушение обмена веществ, приводит к системному воспалению в организме. Помните, что воспаление поддерживают и усиливают попадающие из пищи в организм лектины, такие специфические белки высокомолекулярные, растительные, которые вызывают воспаление. Но введение в рацион питания продуктов, которые содержат большое количество витамины К, ну таких как петрушка, шпинат, капуста и так далее, положительно влияют, уменьшают воздействие негативное от воспалительных процессов, в том числе на суставы, при остеоартритах, артрозах, артритах. А все дело в витамин-К зависимых белках, которые необходимы, встречаются и участвуют в развитии воспроизведения хрящевой костной ткани. Ну а дефицит витамина К приводит как раз к недостаточному действию этого специфического белка, что как раз замедляет восстановление костей и обмен костной ткани и увеличивает риски и быстроту развития остеоартрита. Испокон веков витамин К, в виде растений, конечно же, потреблялся в народной медицине против кровотечений, как внутренних, так и наружних, и это было известно тысячелетиями. При любых внутренних кровотечениях, при язвах, любых проблемах с желудочно-кишечным трактом использовали лекари во все времена зеленые растения. И ягоды рябины, и пастушью сумку, и так называемый водный перец, и крапиву, и сныть, и тысячелестник. Особо богаты витамином К листья поддорожника. Недаром поддорожник прикладывали при кровотечениях. Он останавливает кровь. Но при приеме внутрь в виде отваров, настоев, листья поддорожника обладают еще и более утоляющими и успокоительными свойствами. Естественно, листья поддорожника снижают повышенное артериальное давление, а также помогают при кашле и бронхолегочных проблемах. Ну а пастушья сумка – это вяжущее сильное средство, и оно издревле применялось при внутриматочных, внутренних разных кровотечениях. Но для этих целей применялась также и крапива, потому что она содержит огромное количество витамина К. Крапива вообще уникальный продукт. Недаром с древнеславянского дословно переводится как «пьющее солнце» или «пьющее энергию». Ну и эту энергию, эти питательные вещества она накапливает в себе в огромных количествах. И правы те люди, кто потребляют, молодцы, крапиву в пищу. Ну а для повышения свертываемости крови, у кого она плохая, используют тысячелистник. Ну что ж, дорогие друзья, ну а на этом пока все. Полагаю, данное видео было полезным. Стоит задуматься и стоит применить те знания, которые у вас теперь уже есть в своей повседневной жизни, чтобы не иметь дефицитных состояний, в том числе на такой важный витамин, как витамин К1 и К2. Чтобы иметь крепкое здоровье, крепкий иммунитет, здоровую кровь, сосуды, хорошую память, необходимо потреблять достаточное количество витамина К с пищей, а также иметь здоровый кишечник, не иметь дисбактериозных состояний, чтобы наша кишечная микрофлора синтезировала достаточное количество витамина К2. Имейте это в виду, помните про уникальные продукты, которые природа нам дала, шпинат, крапива, брокколи, разные виды капусты, все, что я перечислял, не так сложно это есть, потреблять. Ну и если уж лето, можно что-то и заготовить. Ну и конечно скажу, что безусловно, 4 главных зеленых продукта, уникальных по составу не только богатым витамина К, мы производим и заготавливаем круглый год, у нас они есть, в виде порошка идеальной вакуумной молекулярной сушки, при котором потеря витаминов, минералов почти равна нулю. Это шпинат, это брокколи, это крапива и это сныть. Если захотите, всегда можете приобрести на нашем сайте надгар.ру эти уникальные 4 самых главных зеленых продукта. Надеюсь, что мое данное видео принесет вам пользу, по крайней мере в копилку знаний, ну а знания это уже, как говорится, полдела. Понравилось вам видео? Поставьте тогда лайк. Кто не подписан, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Для этого надо нажать на колокольчик рядом. А также пересылайте мое данное видео, делитесь с другими людьми, чтобы они знали и не допускали те ошибки, недопустимые ошибки, связанные с развитием детей, грудничков. Это крайне важно, жизненно важно. Поэтому это общая наша задача. И помочь другим информации хотя бы не трудно. Ну на этом все. Всего вам хорошего, крепкого здоровья. Всем порядочным, хорошим, честным людям я желаю. Увидимся в следующих видео выпусках. Пишите под данным видео то, что вы считаете нужным, ну и что вы хотите в будущем от меня узнать. До свидания.